Я сегодня скачал в ВК-плей, нажал бесплатные игры, там было бесконечное лето. Теперь кирачу у него на испанском. Бесконечное лето на компьютере проходить надо, и в плей-маркете есть эта игра. Зачем ты через какие-то ВК-игры, юма? Кстати, топовая тема, уважаю. Я вроде про это говорил. Я полностью 200 часов наиграл в эту игру. Побольше, чем в Сталкер, между прочим. А что касается бесконечного лета, просто в Стиме эта игра есть. Я не знаю, зачем ты играешь, во-первых, на испанском. Ну, ладно, это не мой. Делал 2 часов, я там в моды играл. На эту игру дохуища просто модов, и... Я не знаю, можем с вами поиграть в какой-нибудь мод? Это охуенная тема, я вам отвечаю. Ну вот, я обожаю, типа, эту игру. Я не знаю, почему. Типа, в 2016 играл, прошел, ну там, конечно, уже, да, поднадоел, но я дохуя моду прошел на ней, пацаны, я вам отвечаю. Даже знаю топового. Нет, я не порно-моду скачал. Там, конечно, такое тоже есть, но... Там есть нормальные моды с крутыми историями, типа, которые мне зашли. На Алиську. Нет, Алиса мне не нравится, это не мой... Это не моя тема, короче. Корно-моды топ. Ну такое, короче. Они там просто как-то сделаны не очень круто. То есть, ну, типа... Блядь, не знаю, нет что ли какой-то души в них. А вот в обычных модах там нормальная тема-то. Я вам отвечаю, я знаю несколько крутых модов, прям вообще пиздец. Папич, кстати, вроде скоро будет проходить, там у него голосование было по поводу бесконечного лета. Он будет проходить один из самых топовых модов, 7 дней лета. Ты и Славю, и Лену, и Ульяну, и Алису, и Мику, и Доктора, и Вожатую, Женю, и Электроника, и Океа Роутера, и Щурика. Ну, что-то в этом духе, да. Моды сила. Блядь, алу-сиська бесконечное лете хватает. Блядь, нет, проверь. А, бесконечное лето 12+. Ну там нет ничего такого на самом деле. Просто там же, вроде насколько я знаю, отдельный мод есть на кентай-мод. И типа, обычная версия, в которую вы играете, там типа скачивать, типа скачивать лето, стандартная классическая, там нет этой, там нет хентай-мода, и там как бы ничего такого судительного вроде не имеется. Поэтому 12+. Мне еще нравится, так, в профиле Сосатома, игры 1, бесконечное лето. Горжусь. Блядь, пацаны, может быть проголосовать реально за бесконечное лето? Нахуй нам этот геншин? Ты, бля, 200 часов бесконечно играл, что у тебя там делать? Да, блядь, там модов дохуища, пацаны, там очень интересно, типа я вам отвечаю. Там есть вообще, вот, знаете, этого нашего, как он там, Сергей Виз, типа, который в чате, вот мы с ним, короче, играли, в один мод там вообще про говно было, вообще ржать. Смешно, короче. Ладно, ради тебя проголосую за обычное бесконечное лето, рут одиночества. Ну, бля, он скучный, блядь, он скучный. Типа, не знаю, рут одиночества в большей части из себя представляет унылое говно, в котором персонаж, ну, типа, вот этот вот философский пиздёж, он, конечно, прикольный, но в руте одиночества его прямо очень много. А в обычных рутах там хотя бы блядки какие-то там, там, типа, женщина тебя уважает и, типа, это классно. Ну, классно в том плане, что, не в том плане, что, типа, ты получил её уважение, а в плане того, что она должна уважать тебя. Специально под тебя историю выбрал. Ну, нет, это не под меня. У меня первый рут был хорошей концовкой с Алисой. Хотя, Алиса не моя, Тян, если честно. Ну, может быть, только если я пьяным буду. Рут одиночества в плане питейных, потому что люди не хотят бухать. Они почему-то боятся меня. Ты чё думал, в одиночестве и ГГ весёлым будет? Ты просто хочешь увидеть сцену секса. Да нет, мне похуй на этот секс, если честно. Там, мне похуй на этот секс, я вообще даже первый раз проходил без хентаймода. Просто, типа, там всякая весёлая движуха происходит. Ну, типа, забавная, можно так сказать. А вроде одиночества, он такой. Я одинокий, хожу по лагерю, типа, встретил пионера. Пойду нахуй в лес, и потом будет плохая концовка. Если так подумать, то для тебя, Алиса норм, вы же музыкант. Ну, там есть ещё Мику. Она музыкант на самом деле, но... Да все бабы нормальные там на самом деле. Ну, наверное, кроме... Хотя нет, все реально. Никаких там вроде нет. Там просто движуха. Они просто интереснее сделали специально, чтобы, типа... Это же, знаешь, это как... Понятно, для кого сделано, короче. Вот. А оно сделано для тех, кто на 2 часа сидит на всяких... Вот таких форумах. Где чуваки там... Но... Инсел. Для Инсел, короче, это сделано. Мику пиздец, так роутер... Разъебали. Да, Мику прикольная, ты чё. Да, да, я согласен, она пиздит дохуя, но... Забавно, типа. Хотя у неё рут странный какой-то, если честно. Мне... Непонятный немного, типа. На хоне вот эту хуйню придумали с Машей. Типа, я не понимаю. Можно было просто сделать нормальный рут, блядь. Как с той же самой Алисой. Или там, я не знаю, где. Там хорош концовка, что ты музыкант, блядь. Я знаю, что там за концовка с Машей. Да, я знаю тоже эту концовку, но она странная, типа, реально. Необычно, но странно. Немного не по канону, я бы сказал так. Потому что каноничная концовка... Ну, вообще каноничная концовка, это, конечно, гарем, блядь. Вроде как говорят. Но, типа, обычная концовка, это когда ты... Там, движок какая-то происходит, потом с тёлкой встречаешься, типа, в реальном мире. Мы с Машей реально приехали в лагерь, или это сом во сне? Это был вроде как сом во сне. Не, точнее... Блядь, это попытка разрыва мозга, слушай. Это не сон. Это, типа, это, короче, это не сон во сне. Это просто сон. То есть в обычном же сне тоже хуйня всякая происходит. То, что там внезапно, блядь, какая-то хрень. Там же сам сюжет даже, он какой-то пиздецовый. То есть, типа, там... Происход полный пиздец, разъёб лагерь. Там, ну, сначала всё мило, потом всё жёстко, потом вообще говорит чувак, что это был фильм. И ты просыпаешься, блядь. Ну, то есть, вот как реальный сон. Поэтому нахуй. У ГГ, наверное, температура 39, раз он ебёт сам себя, у него уже весь сюжет в башке. Ну, там, там, типа, каждая концовка, это, типа, разный исход. То есть, типа, где-то у него это сон, а где-то это на самом деле не сон. Ну, не совсем сон, скажем так, не могу сказать. Блядь, бесконечное лето идеально бы подошло. Я бы читал, вы бы какую-нибудь хуйню писали, это было бы весело. Типа по поводу тянок или по поводу того, кого выебать, это было бы смешно, нахуй. Поэтому надо за БЛ-ку голосовать. Это моя рекомендация, не обязательно, но всё-таки Алису. У меня, кстати, никогда не было знакомых по имени Алиса, ни одной. Так, видел, я целый день наиграл бесконечное лето. Ну, молодец, красавчик, сейчас будем стримить, расскажешь нам заодно. Сосатом 19 часов наиграл в игру, но ты не выходил просто тупо, наверное, скорее всего ты сидел где-то там. А на фоном работает. Не, не честно, я-то наиграл 240 часов напрямую, типа, без нагрузки. А на фоном работает, я ещё 17 часов проебал, не сфоткаю. Вот Сега зашёл в чат. Короче, смотри, че он этот, на фоне бесконечное лето включил, часы накручивает, это не честно. Предлагаю Сеге мнение своё выразить по этому поводу, типа. Ну, мне кажется, это какая-то странная тема. Я его в цикл кину, пусть Рут Мику пройдёт вживую. Ну, он шарит вроде за него. По поводу Рута Мику он шарит. Вообще странный Рут, ну ладно. Мы об этом говорили на прошлом стрим по поводу Рута Мику. Там было, блядь, дебаты такие, нахуй, что пиздец. Пускайте, пускай давайте Сосатом рассказывать о том, как он поиграл в бесконечное лето. Понравился это игра ему или нет. Вот. Мы так или иначе всё-таки не посредники, а любители качественного контента. Евгений, мой порфель, посмотри, ни одного достижения я хочу накопить. Сосатом играет в бесконечное лето 24 часа просто по приколу. Блин, ну нахуя, ну чел, ну, блядь, прочитай. Что там, так же сложно, что ли? Там читать-то всего ничего. Ладно, до второго дня прошёл, доволен. Ну, мало, мало. Два дня это буквально 20 минут поиграть в игру. Я посмотрю, профиль твою другу, у которого Сусу роковой уровень, стрим. О, я, конечно, знаю, про кого ты идёшь, про кого ты говоришь. Он, вот, есть 11 тысяч часов, бесконечное лето. Этот чел. Этот чел со мной учился в этом. В универе, ну, точнее, не в универе, а в колледже. И он люто задрачил, короче, бесконечное лето. Вот он реально мог награть 11 тысяч. Он, наверное, всю вот эту вот херню прошёл, которая там была. То есть все моды, всё вот это вот. Сейчас будет концовка, скрываемся. А он, надеюсь, не тупой поймёт. Концовка, скрываемся? Где твои 244 часа бесконечности, скрываемся, осуждают, а плохая концовка Лена. Ну, почему-то 20 реальными минутами знаю. Сейчас отвечу на этот вопрос. Потому что, блядь, это мем тоже такой же. Ну, там, это одна из концовок. Алла, лично тебя повторяю, сейчас Ваня откисаю. А, я понял. Ну, типа, я понял, намёк, типа, на концовку. Ладно. Ну, ты там, думаю, ты не выбрал эту концовку, по-моему.